Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пара евро-доллар, начинаем как всегда с нее. Но у британского фунта это не получилось. И во вторую половину торговой сессии мы увидели обновление локальных минимумов и, соответственно, получили подтверждение на продолжение нисходящего движения по паре британский фунт-американский доллар. Ближайший разворотный уровень на текущий момент находится на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, а именно область 1.2926. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера смогла закрепиться выше отметки максимальных значений, которые мы видели 10 июля. Это отметка 76.14 и мы получили подтверждение на начало восходящего движения в сторону основного тренда с ближайшей целью в область 77.00 ровно. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара уйдет ниже минимальных значений, которые были отмечены вчера. Это область 76.02. Пара американский доллар, японская иена также вторую половину торговой сессии корректировалась, и мы смогли увидеть закрепление ниже минимальных значений предыдущей торговой сессии, а именно 10 июля. На текущий момент пара корректируется в область поддержки 113.07. Преодоление данного уровня уже откроет предпосылки на начало нисходящего движения по паре американский доллар и японская иена, который будет совпадать с основным трендом. Пара американский доллар, канадский доллар вчера не смогла обновить локальные минимумы, торговались вблизи минимальных значений 10 июля. И на текущий момент мы можем отметить ближайший уровень в области 1.29.13, это максимум, который был зафиксирован 10 июля. И после закрепления данного уровня мы можем говорить о начале коррекционного восходящего движения, но на текущий момент тенденция на ослабление американского доллара по отношению к канадскому доллару остается также в приоритете. Еврофонд вчера ушел выше уровня сопротивления в области 88.65, этому способствовало резкое укрепление евро. И мы в начале торговой сессии видели попытки закрепиться ниже минимальных значений 10 июля, но уже через несколько часов были обновлены локальные максимумы, что в свою очередь отменяет сценарий нисходящий движения в область 87.61. Поэтому на текущий момент все остается в рамках основного тренда, который был отмечен ранее, и пара движется на укрепление евро против британского фунта. По золоту вчера во второй половине торговой сессии мы видели закрепление выше максимальной значений 10 июля, что в свою очередь нам говорит о том, что на текущий момент по золоту началось восходящее движение, началась коррекция, и на текущий момент мы можем рассматривать ситуацию на покупку по данному инструменту. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если золото уйдет ниже минимальных значений, которые были отмечены в начале недели, это область 1204 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent вчера смогла обновить локальные максимумы, максимум 10 июля, это отметка 47.24, поэтому на текущий момент в рамках краткосрочной перспективы нефть марки Brent укрепляется. Ближайшая цель по движению восходящего находится в области 49.62. Если говорить о возобновлении продаж, то здесь необходимо увидеть закрепление как минимум ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 11 и 10 июля. Ну и по индексу DAX. Индекс DAX вчера пытался уйти выше максимальных значений, которые мы видели 6 и 5 июля. Попытались его пробить, но следующим же часом вернулись уже обратно в данный диапазон. Поэтому на текущий момент пока говорить о покупках рано. Тенденция в среднесрочной перспективе остается на ослабление. Ближайшая цель по нисходящему движению находится в области 12.320. Это минимальные значения, которые были отмечены 6 июля. В свою очередь, если индексу DAX удастся закрепиться выше отметки 12.500, то тогда мы можем увидеть начало коррекционно-восходящего движения и по данному инструменту. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под видео. Если вам оно понравилось, если оно было полезно, ставьте лайк. И мы увидимся уже с вами на следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания.